Добрый вечер! Сегодня будем говорить о тех, кто хочет работать и зарабатывать. Согласитесь, в условиях экономических реалий не лишним будет узнать, как можно минимизировать затраты, если хочешь вести свой бизнес. Задавшись этим вопросом, я выяснил, что с января в Архангельской области снижена стоимость патентов для предпринимателей. Все подробности предлагаю узнать у одного из авторов этой законодательной инициативы. Уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николая Евменова. Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Я так понимаю, что наше бизнес-общество, в общем-то, получает серьезный стимул для развития? Да, было ожидание того, что все-таки необходимо снижать стоимость патента, поскольку сам по себе патент для микро- и малого бизнеса. Это означает минимум документов и минимум стоимости патента. То есть люди, покупая патент, фактически выплачивали все налоги, дальше работали на себя. И сейчас вот эта составляющая налоговая, она сокращается. Да. Для кого? Особенно для тех, кто работает на селе. Более того, нужно было расширить перечень видов деятельностей, которые бы позволяли именно в Архангельской области учитывать нашу отраслевую специфику. Если мы говорим про лес, то это, безусловно, сектор производства и изготовления мебели, ремонт мебели. И получалась ситуация парадоксальная. Если по ремонту мебели был патент, то по изготовлению его не было. Хотя субъекты, такие как Вологодская область и наши соседи уже давным-давно вводили в патенты этот вид деятельности, что, безусловно, помогало в плане конкурентных преимуществ нашим соседям выигрывать те же тендеры, понимая, что у них издержки будут меньше. То есть теперь этот опыт, он учтен? Да, мы получили положительный опыт и перечень для деятельности расширен. Сегодня это 66 основных видов экономической деятельности для микро- и малого бизнеса. Расширен он был, включая хлебобулочные изделия, производство молочной продукции, ремонт оргтехники. Давайте для наглядности, вы уже упомянули, что вот эти изменения в основном касаются людей, которые работают на селе. Вот, допустим, ветеринария. Сколько человек платил раньше и сколько теперь будет платить? Если говорить сегодня про патент для услуг в плане ветеринарии, то это было 15 тысяч рублей в год. Сегодня уже после изменения в налоговом законе Архангельской области это 7,5 тысяч рублей в год. То есть скидка ровно 50% на эти виды деятельности. Поэтому, безусловно, доходность на селе или в городе, она различная. Поэтому для сельских работников, кто занимается сегодня малым бизнесом, Минфин и Минэ учли эти как раз позиции. И вот эту оптимальную доходность, было предложение снизить планку в 50%. Правильно ли я понимаю, что это новшество позволит говорить о том, что больше людей выйдут из серого бизнеса и станут работать легально? На самом деле, если говорить сегодня про использование патента, то это, опять же, выбор представителей малого бизнеса. У него всегда есть выбор, либо он работает на вмененном налоге, либо на патенте. Поэтому точную цифру называть сложно, но это сотни людей, которые сегодня смогут легально заниматься малым бизнесом. Это порядка 400-500 человек на Архангельскую область. Я так понимаю, что наша программа будет полезной с точки зрения информационного сопровождения этого проекта, поскольку он только вступил в силу и вряд ли все еще знают о такой возможности сэкономить? — Безусловно, Александр, это так, поскольку еще на прошлой неделе у меня были рабочие поездки по Архангельской области. В частности, в Венериаловском районе мы разговаривали с хлебопеками. И у них был вопрос, когда же все-таки у нас примут закон по патенту для хлебопеков. — Он уже принят. — Да, коллеги этого не знали, он уже принят, поэтому мы тоже видим кое-какие недоработки с точки зрения информирования людей. Поэтому, безусловно, со СМИ работа должна быть проведена такая, поскольку если мы видим, что органы власти идут навстречу, и ожидания бизнеса сегодня закрепляются в областных законах, то информирование должно тоже идти по многоканальной системе. И это факт, и, в общем-то, это поле для нашей совместной деятельности. — Есть ли еще в Ваших планах ближайшие законодательные инициативы по снижению какой-то налоговой нагрузки на наших предпринимателей в той или иной форме? — Здесь мы видим большой потенциал вне финансовых сферах поддержки, которые вместе с тем будут серьезно снижать издержки для бизнеса. Речь идет о тех административных, так скажем, действиях, которые, безусловно, увеличивают срок, но влияют на издержки. Поэтому здесь мы в налоговой части сегодня для малого бизнеса получили все необходимые решения. Ну и что касается упрощенной системы налогообложения, ни много ни мало, это 2 миллиарда рублей в год от представителей малого и среднего бизнеса, только в областной бюджет. Сумма достаточно емкая, но и мы говорим сегодня, что те ставки, которые сегодня существуют по доходам, это 6% и 15% это доходы минус расходы, они сегодня не самые низкие, если говорить по России, но вместе с тем по заверению налоговых органов и финансово-экономического блока органов власти. Это сбалансированные ставки, которые сегодня позволяют бизнесу выдерживать ту нагрузку, которая есть, и органы власти администрировать налоги и формировать бюджет, который сегодня является непростым в наших условиях. Ну а не случайно спросил у вас о возможных инновациях, поскольку в случае вступления в силу нам будет о чем поговорить с вами в следующий раз. А на сегодня все, спасибо большое за беседу. Спасибо, Александр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok